Я пришла к косметологу, ты не представляешь, что было со мной косметолога, это полный пиздец. Короче, я прихожу в косметологию под домом своим, потому что мне было впадло ездить, и говорю, вот, ну, у меня, мне нужно сделать чистку лица, и я хочу микротоки. И меня спрашивают, а вы делали ботокс когда-то? Я говорю, да, делала, а что, типа, они говорят, просто микротоки выводят ботокс, мы обязаны вам об этом сказать, ну, если вы хотите, чтобы он остался в вашем лице, то нельзя, давайте подождем полгодика-годик, пока он выведется, и начнем процедуру. Я говорю, да, типа, есть, и у меня началась просто истерика. Она говорит, зачем вы ботокс, типа, вам 20 лет, типа, почему именно в эти места, носогубки, что вы пытались убрать? Я начала рассказывать про свою мимику, у меня начинается просто ебанутая истерика, я начинаю плакать в кабинете у косметолога, ко мне приходят еще две женщины, их в сумме три, и они мне начинают говорить, типа, все нормально, мы сейчас все выведем, посмотрим, массажами уберем, что вам не нравится, вы такая молодая, такая красивая, она сделала мне чистку лица, говорит, я говорю, хочу губы, типа, выкачать, убрать, она говорит, я вам не советую, потому что у вас брекеты, все поплывет, потом обратно качать, лучше, когда снимете брекеты, да, все это сделать, можно красиво, аккуратно, короче, они меня отговорили, сказали, тебе ничего в лицо вообще колоть не надо, ты самая красивая, ты такая милая, Зарочка вот так меня взяла, женщина очень красивая, лет 30, у нее такие красивые глаза голубые, реснички, губки, бровки, она такая прям, очень аккуратное лицо у нее было, прям очень аккуратно, и она мне за ручку просто говорит, мы все вам сделаем, вы такая красивая, все будет супер, и мне стало так приятно, я просто вышла оттуда, вот просто на крыльях ночи, я считаю, самая, как будто реально самая красивая, я хочу эту косметологию, я сегодня просто запишусь туда, именно к этой женщине, потому что, знаешь, насколько важно, для меня очень важно, когда к косметологу, к стоматологу я хожу, чтобы это был человек эмоционально зрелый, который может меня поддержать, который может мне сказать, что я хорошо выгляжу, что со мной все будет хорошо, потому что есть очень равнодушные как будто врачи, и они такие, типа, ну, ну вам пойдет, ну, так, больше, типа, из серии. А есть врачи, которые еще говорят, что лошеботок надо раньше колоть, у тебя, тебе нужно еще и это, и это сделать. Мне понравилось, что они не начали говорить, да, надо сюда, сюда, а они, ничего не надо, просто чистку лица, и все, больше ничего не надо. Блин, кайф. Еще у меня оказалось купероз, представляете, это когда сосуды, видите. Да, 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 у меня вот здесь у носика есть, красненькие такие. Тебе надо что-то лечить? Да, мне нужно, я вообще с Азии приехала, до сих пор чистку не делала, мне все некогда, как будто. У тебя такая кожа, можно посмотреть? Да, такого не было, я просто, видите, я маленькая, у меня 20. Да, ты выглядишь на 20, вот что ваша суть. Да, они просто не поняли сначала вообще, они вообще сначала, ну вообще, они думали, что не лет 15 сначала, что понимала. Они такие, вот, ботокс, губа, ринопластика, они же все спросили обязательно. И они просто вахуясь, а ты сколько тебе так говорю, 20, такие муси-пуси-пуси.